и бутерброд у меня с творожным сыром, черный хлеб и авокадо. Тут все одно на другом. Тут вот такой вот стул и какую-то девочку в подарок дали. Цветочки наши достояли. Смотрите, сейчас занимаемся с Варюшкой такой просто цветочка пата. А я еще думаю, что такое на стуле лежит вот эти кусочки. А они прям просто рухнули. Я сейчас сделаю растяжку. Молодец! Я на ногах. Всем добрый день! У нас сегодня был прям реально отцепной день. Варюша, дома жарища, дышать нечем. Но Варвара, как всегда, в толстовке с утра. Кстати, на улице тоже, походу, жарко. Да, на улице 25 уже. Жары. Ну и время сейчас, если что, уже полтретьего. Это вообще, это жесть какая-то. Я не знаю, как так получилось. Мы вчера сидели, во-первых, смотрели фильмы до трех. И сегодня начала звонить домофон в одиннадцать. Не знаю, какого хера, кто там, кому что надо было. Я не успела до него дойти. Второй раз он, слава богу, не звонил. Ну, Лайла, Ника. Я на часы смотрю одиннадцать. Думаю, ладно, я сейчас чуть-чуть полежу. Чуть-чуть. В общем, девчонки еще спали вовсю, естественно. Мы же все поздно спать легли. Варька легла поздно, наверное, в час. Ну и, в общем, думаю, сейчас я немножко полежу. Приходит смс-ка от мамы. А я смотрю на часы и время. Второй час. Думаю, нифига себе. Никогда так долго не спала. Ну, прям вообще. Короче, вот такие мы засунем. А сейчас мы сделали зарядку. Привели себя в порядок. И я хочу сделать нам омлет. Варварка что-то, как всегда, у нас выделывается. Но я ее хочу тоже накормить омлетом. Потому что невозможно есть одну и ту же еду. Вот, пожалуйста. Ну-ка, сколько она смыла, и она все равно остается. Мыло порошком дадим. Там же для вещей замачивать можно. Май Рэббит, который вот этот. Зайца. И не могу смыть. Сковородка только нагревается, и на ней такие белые херовины образуются. Я не знаю, почему так. У меня до этого был чудо-порошок. Такой фигни никогда не было. А вот с ним, знаете, как будто какие-то соли. отложения солей остается. Варвара, давай вместе покушаем. Нет, не хочу. Это вредина какая. Надо тоже яйца кушать. Они полезные. Где ты их ешь? Нигде. Кого? Яйца нужно кушать. Вытащи наушник из-захода. Ну, в общем, что-то приготовить. У нас там еще авокадик есть. Я хочу утерпаться. Я вообще, если честно, еще есть не хочу. Я проснулась, и мне вообще еще есть. Да чтоб тебя. Вообще еще есть не хочется. Ну, надо. Надеюсь, придут сегодня мои купальники. Я схожу, померю и выберу себе. И ногти сегодня мы мы их заберем. Ногти-то я заберем. Еще пришел у нас стул. Пока забирать его некому. Но если папа такой в город поедет, я его, конечно, попрошу. Потому что он тяжелый. Нести его вообще нереально. Его нужно везти. Это стул пришел наконец-то на балкон. И надеюсь, я уже доделаю эту зону. Хотя бы к учебе я бы хотела там доделать, чтобы я садилась, спокойненько там могла учиться. Закрывать как бы себя от шума. И спокойненько сидеть на балкончике учиться. Вот. Но не знаю. Так. Ты, если сыпаешь себе еду, ты, пожалуйста, доедай. Вчера у меня было много этих понапидалов. Еще мы поедем. В поездку я говорила. Завтра у меня план нужно будет жарить чебуреки. Я, скорее всего, завтра на работу вообще не пойду. Ну, я, конечно, спрошу, но вроде там даже ничего еще такого не привозили. Я не помню, папа, по-моему, ничего не говорил. Если ничего не привезли, то я завтра буду сидеть дома. С утра там, может, какие-то дела поделать, а потом уже ближе к двенадцати надо будет жарить, потому что мы в четыре выезжаем. В принципе, им еще нужно подостыть. Я, может, даже сегодня сделаю фарш, чтобы он у меня уже был готов. Чтобы не было никаких проблем потом торопиться, что-то это. Надо сейчас достать второй фарш, который, с которым смешивать. потому что курица это у меня не замороженная и фарш, в принципе, сразу сделал. Ничего не нужно ждать. А вот второй фарш, он замороженный. Его нужно будет дожидаться, пока он разморозится. Фарш у меня опять будет свино-куриный. Понравился нам такой фарш. Только этот раз я хочу добавить побольше водички. Если вы фарш, когда готовите чебуреки, добавляйте воды, он такой становится жиденький, то потом чебуреки супер сочные, с них водичка бежит, они очень вкусные. Я делала так, но последний раз я решила поменьше добавлять водички, потому что мы планировали кушать в машине и я не хотела, чтобы мы все пообливались, поэтому это была спланированная акция, но тем не менее они были не сухие, а очень даже сочные. Так, молока у нас. ой, у меня же еще там салатик есть, я наверное сейчас доем салатик, хотя нет, надо хлебушек с утра обязательно. Мне стало, мне нравится как мой обмен веществ стал идти и поэтому я всегда стала есть с утра хлеб черный, который я вам уже сто раз показывала, я его уже и ем и с утра это обязательно кусочек, я так хлеб не ем, а вот все что ли наелось а вот с утра у меня это прям обязательная процедура. Так, сейчас еще кидано сюда сырка и все будет нам вкусненько мы с Аленой будем кушать омлетик. Спасибо, ребята. И какой кофеечек обалденный, я теперь с такой кружечки пью, она маленькая конечно, но самое то, у нас омлет и бутерброд у меня с творожным сыром, черный хлеб и авокадо. Оля, ну просто омлет, если еще захочет, то еще у нас половинку только, я что-то много сделала, половину омлета только положили. Так что всем так уж приятного аппетита. Я хотела тебе показать. Блин, камеру не сфокусировала. Кушали, я тут решила, у меня вот этот шкаф под плитой и в нем постоянно какой-то бардак. Просто постоянно. Сейчас покажу вам. Вот, это я уже части вытащила, получается тут все одно на другом. Тут таблетки, кстати, надо их тоже убрать, которые часто пользуемся, там какая-то пыль уже налетела. Это соковыжималка. Вот, хочу взять сейчас вот эти силиконовые формы, все формочки эти, ими пользуюсь максимально редко. Вот, в эту коробку сложу и положу их вот в тот шкаф, чтобы у меня здесь лежали только мои миксер, потом вот эти, блендер, вот этим часто пользуюсь. Оно тут вообще очень удобно лежит. Но все остальное, вот эти вот бутылки, которые, шейкер, вот этот вот, ну им крайне редко, вот эта бутылка для воды тоже редко используется. Поэтому вот контейнера, которые для еды, они здесь нужны, потому что иногда еда остается, я в контейнер и убираю в холодильник, так удобненько. Так что сейчас будем с вами наводить здесь порядок. смотрите, что у нас получилось. Теперь тут лежат моя техника вся, это одевать на чашечки, когда в холодильник убираешь, контейнера, так все, и вот эти штуки я приклеила, они у меня были, это икеевские еще штучки, там штанга с ними шла, их можно было весить, ну допустим, надеюсь, чтобы они висели для красоты. Вот я их приклеила, надеюсь, они долго будут держаться. Тут у нас лекарства, сейчас мы ими, конечно, не пользуемся, но вот они обычно у нас самые необходимые, там в горло брызнуть, чтобы наверх не лазить. Тут тоже всякая фигня, витаминки, еще что-то и ножнички, конечно же, очень так удобно будет. И там еще даже место осталось и порядочек такой. А в шкаф сюда убрала, в шкафу у меня здесь хлопья стоят, теперь эти штуки там будут лежать, ну тут мюсли еще есть, стебя моя стоит, ну и печенье я достала, думаю, может варюха съест печеньки, а то они у меня спрятаны и никто их не ест. А тут всякие шоколадные вкусные печеньки лежат. Вот, и еще с кунжутом вкусные. Может, я вот эти даже сама поем, они вообще вкуснячие. побежали в зону. Пришел наш стульчик и надеюсь с ним все в порядке. И мы его заберем. Сейчас туда папа приедет. В общем, приедет туда папа и мне надо с ним встретиться и забрать стул. Чтобы, чтобы, чтобы мне его не тащить. Он тяжелый, плюс он большой. Он, кстати, приехал на день раньше. Лучше бы покрыть я сегодня приехал, было бы идеально. Я бы забрала это дело в балкон наш. Но, к сожалению, покрытия нет. На улице жарко. Я наконец-таки в платьице. Как я этого ждала. В общем, все, побежали. Варюха еще все ждет. И там ногти пришли на Валберсе. Говори, если я успею, это я забегу. Но, надеюсь, я успею. Бегала я на озон. Папочка мне помог, мы привезли. Смотрите, какого красавчика. Мне это даже больше нравится. Я уже на нем посидела и поставила туда, где столик. Попробовала. Очень удобно. И он намного круче, чем предыдущий. Вот такой вот стул и какую-то девочку в подарок дали. Разукрашенную. Смотрите, что она с лицом сделала. Я себе весь плейлист обновила. Да. Подготовилась к поездке. Убеги, я сниму стульчик. Короче, стульчик вот такой красивый. Лофт подходит. Вот этот стиль металла у меня вот здесь такой же присутствует на столе. Ой, девочки, смотрите, как сидят. там, смотрите, там мы вещи разбирали. Что-то у меня не фокусируется вообще. Прям на каждого тыкать. И, в общем, вот такой стул. Морюди, пожалуйста. Так, вот так спинка. Вот это все снимается. Вот это, я так предполагаю, не снимается. Да, вот эта часть, наверное, не снимается. Нет, вот эта не снимается, а та снимается. Прям вообще. И прям очень удобно. Я села за столик. Он по высоте меньше, чем тот ниже. И намного комфортнее на нем сидеть. Тут был меньше. Тут был меньше. самое главное, знаете, за что я переживаю? Чтобы кошечка его не царапала. Я решила все-таки изумрудный цвет под цветного платьишка. Ну, нет, я не по этому принципу, конечно, брала. Пол будет зеленый. А вы часы зарядились, прикиньте. Уже зарядились? Да. Пол в планах зеленый, дойдет он до нас или нет. Пришел на день раньше. Он должен был только завтра прийти вечером. Но пришел сегодня, как бы я этому рада. Я включила вентилятор. Не зря же мы его покупали. Жарко на улице. Короче, а покрытие должно прийти четвертого. Но его уже два раза переносили. Если не три. Три, наверное, раза уже переносили. Если сейчас он не придет, я просто откажусь от него и все. Как бы без вариантов. Я лучше здесь какое-нибудь схожу, уже покрытие куплю и доделаю этот балкон, чтобы был порядок. Чем еще ждать 50 лет? Просто осталось в ожидании покрытия. Шкаф собран стоит, стул привезен. Не можем доделать только потому, что нету пола. Ну, как бы логично. Вот. Я, кстати, не переодеваюсь. Сейчас схожу, меня пообдувают чуть-чуть. Схожу фрукты, овощи, куплю персики. Персиков хочу. И я, наверное, маленькую дыньку куплю. Я дыню еще хочу. Кушать не хочется. А вот такого чего-нибудь фруктиков я бы сейчас какую-нибудь бы дыню бы точно бы сейчас съела. Но мои ногти заберет. Со своими ногтями? Я только пойду забирать только, когда ты... Если сейчас успеешь убраться, я пойду заберу сразу. Убрала. Так ты ничего не протирала, ничего. Чего ты обманываешь, убралась? Нет. Ты это сделаешь, пока я здесь. Так что иди успевай. Убрала. Вот прошу, Варя, уберись, пока я хожу. Прихожу. Все в том же самом положении. Ничего не изменилось абсолютно. Вот надо еще не забыть цветочки полить на балконе. Там эти протереть все, полазить. У нас опять окно все за этого закидано. Просто не как-нибудь дождик был, вот этот последний с ветром. И опять у нас все на окне все закидано. У меня вот это больше всего мне не нравится в нашем балконе это вот это. Когда дождь с ветром все с крыши голубинное добро смывает и часть на наши окна. И это капец как стрёмно. опять все в хоряшках эти. Надо Жорика младшего включать. Сейчас, кстати, Жорика включу, наверное, по прохожу. Сгорит. Хайф под вентилятором. Вообще не зря мы, наверное, собрались. Я так переживала, что будет холодно. Но тут вот жару на сегодня, на завтра и вот эти вот четыре дня точно жара там под тридцатник и надеюсь, мы загорим, покупаемся и отдохнём. Потому что мы хотели. В тенёчке, кстати, человек тоже загорается, я не знаю. Потому что мы столько проработали в июне, что уже хочется отдыха. Надеюсь, все расслабятся, отдохнут, тем более две ночи ночевать. Представляете такое событие. я вчера покупала продукты и купила себе целых два пива без алкоголя. Папа говорит, возьми, говорит, себе хоть чем-нибудь я сейчас не пью алкоголь вообще. Уже сколько? С февраля-то точно я вообще никакой не пью. Я как бы и так его не особо пила, но сейчас вообще никакой алкоголь не пью. Я всё. Я за ЗОЖ. Ты там не запутайся, а то ещё стул придётся разрезать, заклинит тебя где-нибудь. Вот так что. Вчера нашла на сон такое офигенное зеркало. Вот у меня загорелась в попе берёзка зеркало и полку. Мне потому что для книг нужна полка. У меня всякие ежедневники, книги. У меня просто в этот... Вот у меня три ящичка, в которых я, кстати, начала убираться, ещё не убиралась. У меня ничего не влазит. Вот. И хочу книги, чтобы у меня так стояли. И плюс я хочу какой-нибудь декор такой поставить. Типа как-то у нас в туалете вот эти искусственные цветок стоят для декора, что-то такое. Короче, хочу такую. Я вот думала, она широкая. Я думала, либо вот сюда перед столом, либо вот на эту сторону. Она тоже будет офигенно смотреться. Она под цвет стола и тоже с металлическими такими... Не упади. Вот с такими же металлическими трубами. И у меня это везде присутствует как бы чёрно-белый и вот такое вот дерево. И всё в одном стиле. Будет вообще шикарно. Но единственный цвет, я боюсь, что я могу не угадать, что он не такой будет. Там не написан цвет. Я не помню, как мой называется. Может быть, чуть-чуть светлее, чуть-чуть темнее, но мне кажется, не очень принципиально. Вот. И вот туда, кстати, она бы больше всего подошла. Там бы можно было так книжки расставить. Но я и сюда хочу, потому что у меня нужно коврик положить, который почему-то задом наперёд закрутили. чёрной стороной первый раз коврик скручен. Плюс утюг там стоит на полу. Я бы его тоже на эту полочку поставила. Ну, короче, вот две вещи, которые я сейчас пока планирую. Но пока ещё ничего не покупала. Заказала единственный светильник, который нам нужно в кухню. Я надеюсь, он подойдёт. Он тоже чёрно-белый будет. Теперь не вот такой. Если он будет хороший, то в коридоре тоже поменяется светильник. А ещё мне захотелось вдруг, так как у нас всё чёрно-белое, я хотела вот эти светильники, которые надо мной висят, снять и вот эту рамку прокрасить чёрным. Мне кажется, было бы просто идеально. Они бы так бы вписывались и саморезики прокрасить, и... Ну, на потолке нет. Я бы их, конечно, не красила там, не дай бог, потолок за денежку. Вот их снять. Они, в принципе, снимаются очень легко. Три... Четыре самореза и отстегнуть вот эту поджиг. Поджиг там специальный стоит. Правильно называется? Не знаю. Всё, побежала я за фруктами, иду я вам тут сейчас наболтаю все свои планы на... Десять лет вперёд. Варюхиные ногти, которые она хотела себе вот такие штуки. Не потеряю. Вот такие ногти, в общем, и с ними идут вот такая клеющая какая-то основа. Не знаю уж. Как ты думаешь, нам седая или нет? Ты померь, чтобы как раз было? Ну, думаю, как раз. Нет, не как раз. Не как раз, но... Вот этот. Сейчас я схожу за фруктами и будем пробовать, будто Варвара у нас ещё и с ногтями. Вот этот подход. Бегала я к нашему нерусскому другу. Купила. Какая пилочка. Так, Варвара всё ждёт ногти. Сейчас я как раз купила дыню. Сейчас будет у нас... Мы завтракали в полтретьего, поэтому у нас сейчас доходит... Что там, пять? Начало шестого. Сейчас будем кушать фрукты. Взяла... Что это такое? Помидора. У меня есть салат, который я вчера готовила, показывала вам с авокадо. Я хочу туда помидор докидать. Он был не такой сочный, потому что у меня не было помидора. Так, взяла персики. Сейчас как раз сделаю дыню, нарежу и персики. И будет такой перекус. Взяла мандарины. Не знаю, хорошие нет. Варварка очень хотела мандарин. И взяла лук, потому что буду делать чебуреки. Мама одну луковку дала. У меня там есть одна, но у меня, получается, не остаётся лука. Я просто увидела, думаю, возьму сразу лук. В общем, вот такие дела. Сейчас переодену быстренько платье и пойдём с вами клеить ногти варюшки. Она уже меня заждалась. Какие ногти мы варварке сделали. Смотрите. Ей под её маленькие пальчики было очень трудно подобрать. Не знаю, кстати, держатся на какой-то там специальной клеевой штуке. Да, я фиг сейчас уже отвернусь. Не знаю, насколько хватит их. Мне кажется, в воду потом засунуть. Операционная была тут. А, да, Варюха она выступила на кусочек стекла. Зеркало она разбила со своей косметички. Потому что нужно новое, знаешь, нужно, мама, мама, нужно новую косметичку покупать. Обязательно. Это, знаешь, это намёк на то, что нужно эту выбрасывать и новую покупать. Я такую большую ку смотрела. Порядок. Всё отмыли, всё убрали, чистота. А я вас назовёшь цветы выкинули. Цветы выкинули, которые опали. Ещё три штучки осталось. Сейчас достала рыбку. Надеюсь, я и успею съесть за сегодня, за завтра. Короче, я хочу пожарить рыбки. У меня есть салат, в который нужно дорезать помидор. И он, в принципе, готовый. И вот хочу ещё рыбу поесть. Прямо вообще охота чего-нибудь такого сытного. мы поели с утра, получается. И тут у нас с Варварой ещё был перекус, а он ничего не стал есть. Я съела дыню вот эту и персик ела ещё. А варюшка съела кусочек маленький дыни и ела мандарин. И ногти. Ногти, кстати, эти ногти до воды. Только в воду всё, они отклеиваются моментально. Да, кстати, на вот этой рыбке ещё ни один ногт не отпал. А на вот эту уже все отпали. Так что зря я переживала, что мы их потом не отклеим. Вот этих двух. Все отпали уже. Не знаю, как она у меня пожарится. Она у меня ещё чуть-чуть подморожена. Надеюсь, всё с ней будет хорошо. Я её подсолила, конечно, но сейчас проверим, как она будет жариться. Я её разрезала кое-как. Не хочу ждать, пока она ещё до 300 лет. Сейчас я её выложу сюда. Я всё хотела запечь, но у меня, как всегда, не то того-то того нет, нету сыра. А я хотела с сыром и луком где-то в шапочке с такой майонезом и со сметанкой. Это очень вкусно, но у меня нету сыра. Поэтому я решила не заморачиваться и просто её поджарить. Я посмотрела, сейчас чуть-чуть поперчу. Алёна сказала, будет доедать омлет, Вариха хочет. Опять спагетти свои, которые она не доела. Мы омлет пожарили, у нас осталась ровно половинка. Алёна сказала, не доедает. Включила обратно вентилятор. В общем, вентилятор опять стал вещью, которая нужна. У нас сегодня вообще не продувает квартиру, абсолютно. вот как стоит воздух в одном. И на балконе даже жарко. Я пока там убирала все вещи и вообще офигела, как там жарко. Я помыла, кстати, ещё Нику помыла, подстегла ей мордашку, но я её не досушила. Вот пошла рыбой заниматься сейчас. Рыбка жарится, её нужно посушить. Я, если честно, я сделала, что она в полотенчике высохнет и чуть-чуть. И не надо. Сейчас, кстати, посмотрим с вами, что там с ней. И если чуть-чуть, то в принципе не надо. Варюха разбила стекло, умудрилась в зеркало и доткнула себе в ногу. Мы её вытащили, уже рану залечили, где моя собака. Вот она, это лидия, какая она лезет в варюхиных вещах. Сейчас мы посмотрим, что с ней. Может, её даже не придётся. Варвара, говорю, с ложкой, вещи, которые она с собой берёт, с ложкой куда-нибудь, чтобы они не валялись. Варвара, конечно, сложила на то место, где она сама сидит, валяется и вместе с вещами. Так что, сейчас мы чпунька-чпунька посмотрим. Ещё носки, ещё бумажки. Давайте посмотрим на нашу собачку. Чипачёх, чипачёх, ну-ка, вылазь, вылазь, запутала мам тебя. Ой, ты тюхая. Всё, я её не буду сушить феном. Дома жарко, она быстро высохнет, не замёрзнет. Так что, сейчас мы её... Смотрите, как я мордочку чуть-чуть подстригла, она такая маленькая стала. Сейчас мы её расчешем, ну и, в принципе, и всё. ты столь натворила. Потряслась такая, я рассказываю, она... О, тут кошка пришла. Всё, пойдём расчесываться. Петчатками кушать, точнее, они уже вовсю кушают. Алена, доедай, там лет с огурчиками, Варвара с подбитыми глазами, ест уже, тоже макароны, всё позакидала, и ногти такие, смотрите, и ногти рядышком лежат. Я ем рыбу, приготовила, и салат вчерашний доедаю, помидоры туда ещё накрошила, и ем. Так что, всем, кто кушает, приятного аппетита. Там ещё, он где-то рычит, собачка наша, просит еды. А я на большом, что ли, себе? Да, Варвара, прям. Так, всё, всем приятного аппетита. Сборы, активные. Я тут сумки собрала уже, то, что нужно сейчас, поглажу. Сейчас поглажу вещи, которые нужно собрать. В общем, мою сумку походную, нифига не влазит. У нас столько вещей, ну, как бы на два дня, мы собираем вещи. Ну, короче, нифига не влазит. Будет ещё одна сумка, у девчат, у каждой свой рюкзак. И плюс ещё будет пакет с продуктами. Короче, баулов у нас будет куча. Капец какой-то. Ну, и плюс у родителей, там у них вообще, у них там и продукты, у них там, я не знаю, как мы всё это засунем опять. Это, опять будет тетрис в машину. Реально, ещё надо не забыть подушки. Аленка свою возьмёт, и маленькую, надо такую взять. Короче, подушки надо, её взять. Ну, нам подушки больше нужны в машине, потому что мы пока едем, неудобно сидеть, и так запрокидываешь голову, охота, чтобы что-нибудь там под головушкой лежало. Плюс у меня коврик для загора, загорать, на котором лежать. Плюс я хочу ещё взять подстилочку, на которой загорать. Тут раз была у нас, солнце нам светило, неудобно было. Мы ещё одну штуку вешали там, на веранде. Так что тут, я не знаю, две брать. У меня, по-моему, две лежат вместе. Вот я сейчас, если их найду, то будет замечательно. Вот эти две бы я бы с собой и взяла. Из посуды, мама сказала, там практически ничего не нам, но я вилки, ложки сложила с собой, потому что у меня там пластиковые, неохота пластиковые, посуда вся пластиковая. Какой-то там крутейший набор взяла, хвасталась. Так что, не знаю насчёт набора, но от своего набора я точно возьму контейнер. Он большой, и я в него хочу сложить все чебуреки. Как раз я нажарю, они будут там в нём идеально лежать. Так что, сейчас буду гладить вешечки. Скоро будем собираться спать, ложиться, спать, ложиться. Если у нас это получится сегодня, мы встали очень поздно. Я не знаю, как мы сегодня будем укладываться, но надо, чтобы завтра нормально встать и уже более-менее график сдвинуть наш. Это, конечно, трешак с этим графиком. Вот такие вот дела. У меня тут всё позакидано, всё в вещах, в сумках. Так что, сейчас буду собирать. А Алёнка там наушники зарядила, Варюх тоже наушники зарядила. Самое главное это наушники. Барбара вроде зарядила, которые такие, наверх одевать. А Алёнка почему-то такие не зарядила. Почему-то зарядила, которые в уши. В общем, вот такие дела. Смотрим адмиралы района. Мне нравится прям, блин, ну там что-то какая-то прям месиво. Все бьют, как будто это девяностые. а не современное кино. Все что-то убивают, убивают. Вот такие вот делишки. Варвара отправляется спать. Больно, ударила меня. Ну нет. Прости, мама. Я тут все подготовила, что нужно будет взять. Сейчас это получит. Глаза нужно отмывать. Ай, Ника, Ника, больно, больно, больно. Смотрите, кстати, Ваник, какая мордашка красивая. Она подстрижена. Она такая же. Она такая красивая. Мам, сейчас поверни немножечко боку. Нет, не так. И как обычно. Поплошать. Поплошать. Так что, все с вами. Прощаемся завтра. Увидимся. Не знаю я, как я буду монтировать. Это я легко смогу там. Ну вот интернет там не радует. Так что, если что, будет возможно и какое-то отставание. Так что, всем спокойной ночи. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok